приветствую вас уважаемые коллеги и партнеры компании и market зовут меня артем звездин по традиции на этом канале еженедельно я делаю анализ самых топовых инструментов с точки зрения в с точки зрения price action а ну что ж давайте собственно говоря приступим к анализам давайте мы начнем наверное с евро доллара если помните мы делали обзор еще примерно где-то даже недели три тому назад прошло огромное количество времени с естественно было новогоднее ралли естественно многие депозиты послевали и естественно сейчас нужно снова сделать небольшой некоторый анализ и разметить определенные ключевые точки в принципе эти уровни которые мы выставляли до того как они до сих пор живы в рынке мы их немножечко буквально подкарректируем на несколько пунктов поскольку любая цена она имеет некоторую волатильность и эту волатильность конечно же нужно учитывать чтобы у нас уровне работали максимально эффективно сколько это возможно давайте мы собственно говоря посмотрим 4 часа на 4 часовых графиках здесь наблюдается ускорение волатильности на движение вниз а плюс помимо всего прочего мы видим как у нас валютная пара потихонечку уходит в некий флотовый коридор о чем свидетельствует наличие вот этих вот собственно говоря минимумов а примерно на одной и той же точке говорить о какой-то тенденции ярко выраженной я бы если честно не стал меня здесь смущает примерно подобное поведение давайте сейчас себя немножко уменьшу чтобы не закрывать собственно говоря экран меня здесь смущает примерно подобное поведение на объемах если мы обратим внимание объема у нас потихонечку снижается на фоне того что у нас возрастает волатильность это всегда свидетельствует о том что рынок у нас потихоньку будет уходить в некую флотовый коридор флотовый канал с последующим скорейшим разворотом скорее всего но это уже как бы время покажет ясно одно что рынок у нас потихонечку будет немного замедляться и именно поэтому у нас есть я большой перекос в сторону все таки покупок ожидая по данному инструменту некоторых покупок опять-таки рынок откроется нужно будет посмотреть на каких величинах он откроется носил откроется на уровне 110 939 там где он сейчас находится в принципе можно уже искать прода покупки прошу прощения до уровня 111553 а почему я считаю что мы пробьем уровень 11 270 275 потому что в рынке у нас сейчас очень много собственно говоря людей которые продают разумеется рынок переносит щенок стоп приказами и если рынок пойдет а выше до уровня примерно 11 сейчас я вам точно скажу 11 130 здесь находится ключевая область и здесь находится лавина стопов как я это называю здесь находится точка ликвидности при достижении которой мы будем иметь волатильное движение а в сторону соответственно севера и говорить о продажах уже поздно не рекомендую вам продавать данный инструмент продажи могут конечно быть при пробой уровня 10 648 и пробоя данного диапазона с обратной стороны я имею ввиду вот примерно подобный сценарий вот если подобный сценарий у нас будет тогда можно искать продажи но говорить об этом еще очень очень рано все-таки склоняюсь в сторону покупок перейдем к следующему инструменту это конечно же золото что у нас здесь на вышестоящем то и временно четырехчасовых графиках мы имеем явный собственно говоря прокол по золоту давайте мы выставим собственно говоря определенные здесь уровне обращаем внимание что у нас было опять таки новогодняя ралли у нас есть ускорение волатильности и резкое движение вниз и мы видим что у нас сейчас формируется классическая модель а технического анализа которая говорит о якобы продолжение хотя нифига не о продолжении это конечно же треугольник я сейчас имею ввиду и конечно же мы видим что рынок потихонечку пытается пробить верхнюю ключевую область я бы не покупал по данному инструменту объясню почему если вы обратите внимание у нас опять таки есть снижение объемов на фоне того как у нас растет цена классическая дивергенция по объемам работала работает и работать будет поэтому все таки сторонники здесь в сторону соответственно а продаж давайте мы перейдем на часовой графики посмотрим что у нас тут на часовом а графике есть некоторый диапазон на 1559 и 1545 большая вероятность ухода во флетовую область принципе можете торговать до данной флетовой области а думаю что этот треугольник все-таки расторгуется вниз поскольку у нас а падают объемы помимо всего прочего мы видим что наверху у нас нет а соответственно никакой активной силы со стороны быков здесь есть вот у нас некоторое движение наверх но обратите внимание сразу после некоторого движения наверх у нас есть спад по волатильности и спад по объемам да вы можете сказать что здесь виновата некоторая торговая сессия но как бы не так в данном случае это все указывает на то что у нас наверху находится достаточно важная область и эту важную область защищает соответственно продавец о чем свидетельствует понижение волатильности повышение объема при подходе к этой границе и самое главное рынок после этого разворачивается именно по этой причине вы можете продавать от уровня 50 1559 до уровня 1545 либо с удержанием ниже если мы пробьем область 1545 то же самое характерно в случае если например мы подойдем к уровню 1578 не говорите о каких-то покупках уже поздно мне кажется все таки здесь есть некоторые продажи если уж так руки чешутся купить ну купите от 1578 но при пробое и при откате соответственно с обратной стороны к этой границе то есть ну классическая такая модель собственно говоря некого рт 100 данного уровня с обратной стороны тогда вы сможете купить данный инструмент пока что все просто кричит о некой продаже я на это указывают и повышение волатильности в сторону продаж на это указывает и повышение объемов в сторону продаж на это указывают и снижение волатильности при подходе наверх и повышение соответственно объема при подходе к 1559 и конечно же все это будет свидетельствовать о том что рынок у нас потихонечку потихонечку начнет разворачиваться перейдем мы наверное давайте все-таки перейдем к фунту и посмотрим что у нас соответственно происходит на фунте а фунт примерно точно так же как и евро что в общем то неудивительно правда торгуется примерно в той же самой некоторой логике но здесь явно есть некоторые пока некоторые собственно говоря у нас а в рынке в крупный достаточно правда продавец по данному инструменту о чем свидетельствует вот эти вот появление данных шпилек о чем свидетельствует снижение волатильности наверху и самое главное у нас есть увеличение собственно говоря объемов в целом что конечно же свидетельствует о том что в рынке находится достаточно крупный продавец по данному инструменту который банально рынок вверх не пускает говорить о покупках можно но только при пробое уровня 1.3943, но не раньше. На данный момент работаем от шарта при подходе к уровню 1.29666. Здесь, конечно же, нужно будет сделать уже новый анализ. Но если хотите немножечко пошутить с риском, вот здесь есть, конечно, покупка от уровня 1.29666 и 1.30068. Здесь есть некоторая покупка, но эта покупка будет с повышенным риском. Поэтому это нужно иметь в виду и понижать объемы своих позиций. И тогда вы сможете, в принципе, здесь прикупить до уровня 1.3943. Говорить о консервативном входе можно только при пробое 1.3943, то есть когда рынок сделает подобным образом. На данный момент торгуем именно с позиции продажи. Перейдем к следующему инструменту. Давайте канадец не будем в этот раз. Хотя давайте посмотрим канадец. Хотя что здесь, собственно говоря, смотреть? Канадец сейчас находится в достаточной, собственно говоря, некоторой пиле. Опять-таки все люди в ожидании информации по канадцу. И скоро выйдут определенные новости по канадцу, которые, в общем-то, достаточно многое сыграют на данной валютной паре. И как следствие, рынок сейчас затих немножечко в ожидании здесь некого происходящего. Пока торгуемся в рамках данной флетовой ситуации. Давайте я выставлю определенный диапазон, от которых вы можете покупать и продавать. Но пока есть возможность, соответственно, продаем от верхней границы, покупаем от нижней границы. Сказать, что здесь есть что-то примечательное, ну, очень-очень, знаете, ну, так, практически здесь нет ничего примечательного. Но вот снизу у нас работает активный покупатель по данному инструменту. А сверху у нас более слабый продавец. Поэтому все-таки расторговка, если она и будет, она будет, конечно же, наверх. Мы вот этого продавца, который здесь находится, мы его, конечно же, выкупим. Поскольку у нас сейчас очень сильный покупатель в рынке. Но пока происходит некое столкновение интересов. Давайте перейдем к следующему инструменту. Это, конечно же, австралийцы. Австралийцы. И посмотрим, что у нас происходит на вышестоящем таймфрейме. Да, здесь у нас, собственно говоря, образовалось трендовое такое движение. Я думаю, здесь не нужно быть 7,5 во лбу, чтобы увидеть некоторое трендовое движение вверх. И мы сейчас находимся у нижней границы данной трендовой области. Трендового канала, если можно так, собственно говоря, сказать. Трендовый канал немножко прикинули, соответственно, на глаз. И давайте определим какие-нибудь ключевые моменты, которые здесь у нас виднеются в рынке. На данный момент, опять-таки, мы пробили нижнюю границу вот этой флетовой области. Я не думаю, что мы пойдем ниже. Но если мы пойдем ниже, вот говорить о продажах уже немножечко поздно. Поэтому здесь, если хотите продать, можете продать. Здесь ближайшая цель 0.68.513. Но имейте в виду, что вам необходимо как минимум вдвое снизить объемы, поскольку рынок, большая вероятность, что найдет точку опоры в этом некотором флетовом коридоре, поскольку мы имеем такой долгосрочный достаточно хороший бычий тренд. Но желательно, конечно же, дождаться некоторого движения к 0.68.513. И здесь уже прикупить данный инструмент с удержанием данного инструмента как минимум до области 0.69.414. Или это можно сделать, находясь вот в этом большом флетовом коридоре, флетовом канале. В принципе, здесь цена сейчас дешевая. В каком бы вы месте не прикупили по данный инструмент, я думаю, что будет достаточно хорошо. Помимо всего прочего, у нас снижаются объемы. При этом у нас волатильность до этого вырастала. Более того, мы видим, что рынок у нас ушел, соответственно, с некоторых лоев и образовал новые лои немножечко выше, что тоже свидетельствует о том, что в рынке очень сильный доминирующий покупатель по данному инструменту. Об этом также говорят вот эти вот, соответственно, свечи с повышенным объемом, достаточно повышенным объемом. И мы также это видим по некоторому движению. То есть, у нас не было очень резкое волатильное движение вниз, которое явно остановилось за счет покупателя по данному инструменту, который выставил здесь свои такие достаточно хорошие ордера. У нас сразу снизилась волатильность и сразу рынок отпрыгнул. Классическая история. На строительстве это, собственно говоря, классика. Классика жанра. Посмотрим с вами теперь, конечно же, криптовалюту. Что здесь сказать о криптовалюте? Находимся в бычьем тренде уже давным-давно, собственно говоря, у нас, если помните, мы разметили покупателя. И тогда еще говорил, что, ребята, здесь очень мощный покупатель, после которого мы будем вырастать. Но вот так оно, собственно говоря, все и происходит. Я думаю, что рынок и дальше будет расти. И мы вполне можем подойти к уровню 9800-10 тысяч вот к этим областям. На данный момент, в принципе, говорить о неких продажах можно от уровня 9000. Но здесь нужно иметь в виду, что уж поскольку это, соответственно, криптовалюта, нужно дождаться, пока рынок у нас замедлит свою волатильность и начнет разворачиваться. Знаете, здесь такой момент в касании. Лучше здесь, мне кажется, не продавать. Поскольку на данный момент нет ничего, чтобы свидетельствовало о том, что рынок будет сваливаться. Все-таки все прям кричит о том, что рынок и дальше будет идти наверх, и дальше будет пробивать области. Поэтому я говорю, что на данный момент очень-очень опасно продавать просто в касании от уровня 9000. Дождитесь тогда движения к уровню 8756. И здесь уже подождите пробой данной области и закрепление ниже. То есть ретеста с обратной стороны. И тогда, в принципе, можно говорить о том, что, ну, как бы окей, можно здесь вот немножечко продать. Но эта сделка будет очень рискованная. Если вы хотите купить, ждите небольшого отката. И, в принципе, вы можете прикупить даже, по большому счету, в любом моменте. Поскольку, ну, рынок и дальше, по всей видимости, планирует пойти к уровню как минимум 10 тысяч. Но это долгосрочная перспектива. В биткоине, дамы и господа, не уверен. Поэтому лучше меня вот в биткоине здесь не слушайте. Лучше немножечко подождите, пока рынок сделает. Ну, в общем, все-таки немножечко сторонитесь своих каких-то размышлений касаемо биткоина. Потому что здесь все кричит о покупке. Когда в биткоине все кричит о покупке, обычно это чревато, к сожалению. Перейдем к следующему инструменту. Это, конечно же, иена. Иена у нас, собственно говоря, ушла снизу. Если помните, мы с вами делали анализ. Я говорил, что внизу у нас очень мощный покупатель. Ну, вот, собственно говоря, мы ушли от этого очень мощного покупателя на непосредственно новогодних праздниках. И сейчас выросли очень-очень сильно вверх. На данный момент ожидают продолжение некой консолидации от уровня 10, от уровня 110.292 к уровню 109.870. И, в принципе, в этой области можно довольно-таки неплохо торговать. От верхней границы, от нижней границы. Ну, в общем, все. Я думаю, вы это прекрасно понимаете. Говорить о долгосрочных покупках я бы пока не стал. В принципе, должна быть некоторая консолидация. Но если рынок пробьет уровень 110.292 и сделает некий РТС, в принципе, можем дойти до нашего трендового канала, который мы установили еще черт знает когда. Ну, давайте будем придерживаться уровня 111. Я думаю, что до 111 вполне можем дойти. Но при пробой уровня 110.292. На данный момент продолжаем торговаться в неком трендовом канале. И все-таки смотрим в сторону шартов. В сторону шартов, в сторону продаж. Почему? Поскольку цена у нас очень сильно задрота, можно сказать. Рынок очень сильно перегрет у нас сейчас. Помимо всего прочего, у нас покупатели потихонечку сдают свои позиции. Об этом свидетельствует и угол атаки некого движения. Более того, об этом свидетельствует и замедление, затухание объема. Если вы обратите внимание, у нас бычьи объемы потихонечку-потихонечку задухают. На их фон приходят медвежьи объемы, которые наоборот вырастают. И у нас большую часть времени рынок находится в таком нисходящем движении. И мы видим появление большего количества, соответственно, свечей на продажу. И все как бы свидетельствует о том, что рынок потихонечку-потихонечку будет разворачиваться в обратную сторону вниз. Пока подобного не произошло, торгуемся, конечно же, в рамках флета. Но в случае пробоя уровня 109.852, можно продавать, в принципе, на все. Даже почку продать и продать, соответственно, иену на эти деньги. До уровня 109.150, в принципе, вполне можем дойти. Довольно-таки неплохо. Скорее всего, я тут перейдем к следующему инструменту. Это, конечно же, SP500. А что здесь сказать по SP500? В общем, наша старая тактика, про которую я говорил еще до того, как, ожидайте любого движения вниз и покупайте. Она работает, она работала, она пока что будет работать. Эта тактика применима к американскому рынку. Американский рынок хоть и пригрет, но, тем не менее, он будет двигаться и дальше вверх. Покупайте, пока есть такая возможность. Следующий инструмент, это, конечно же, VTI. Что здесь сказать по VTI? Здесь, собственно говоря, у нас снизу, как вы помните, был некоторый покупатель. Мы ушли от этих областей. Ну, соответственно, было у нас такое довольно-таки неплохое ралли предновогоднее. Конечно же, как обычно. На данный момент мы будем двигаться дальше в сторону некого покупателя, который у нас наметился на уровне 55-63. И, в принципе, ждем дальнейшего движения вниз к уровню 55-63. Что здесь сделать? Ну, пока что можете дождаться некого... Я думаю, что рынок чуть-чуть откатит наверх до уровня 59-67. И, в принципе, здесь, понимаете, такая ситуация. Мы вот... Давайте я немножечко уберу уровни, потому что мы немножечко в этом... Немного-немного, совсем немножко, самое малость запутались. Если помните, черные вот эти вот, соответственно, уровни, это глобальные уровни, которые отмечают некую верхнюю границу и нижнюю границу флетовой области, поскольку рынок у нас находится в таком глобальном, глобальном, собственно говоря, коридоре. Ну, вот на данный момент пробили мы этот флетовый коридор, но опять в него, черт возьми, зашли. Когда подобное происходит, рынок обычно тестирует область 50% по данному флету, поэтому вполне можем дойти до уровня 55-63. Но здесь маленький запас хода, поэтому, если вы, собственно говоря, окажетесь в данной ситуации, ждите движения все-таки к уровню 59-67 и ищите продажи до уровня 55-63. Но в случае пробоя 59-67 и ретесток с обратной стороны, можете покупать на все, поскольку это будет свидетельствовать о том, что рынок будет расформировать вот эти вот глобальные объемы, которые здесь копились все это время, причем копились несколько месяцев. Это будет свидетельствовать о том, что рынок будет просто расти, как на дрожжах. Ну, для нас, как для России, это довольно-таки неплохо. Но пока что вот имеем то, что имеем. Всем спасибо за внимание, пишите в комментариях, что вам рассказать, что вам объяснить, какой сделать новый анализ. Всем удачи, заходите на мой сайт, заходите на мой YouTube-канал, я там приготовил для вас множество вкусностей. Удачи, зарабатывайте!